Здравствуйте, ребят! Меня зовут Глухов Илья Викторович, я преподаватель кафедры высшей математики. Сегодня я продолжаю для вас вести занятия в рамках курса подготовки ЕГЭ от МФТИ по теме параметра, а именно все так же мы продолжаем разбирать геометрические идеи в параметрах. И сегодня мы поговорим про такие вот уравнения. Уравнение вида f от x равно g от x, g от x, а в этом уравнении у нас будет переменная x, одна переменная, и будет один параметр а. Бывает, что побольше параметров, но у нас в ЕГЭ пока вот такое не встречало, вряд ли будет. Соответственно, как мы на прошлом занятии решали такого рода уравнения? Мы просто все пытались нарисовать на плоскостью x. И, как правило, нам удавалось все это нарисовать на плоскостью x, и потом сделать выводы, при каких а у нас столько-то решений, при каких а у нас будет решение какой-то промежуток какой-нибудь длины и так далее. Но, как вы видите, не всегда у нас множество точек на плоскостью x легко рисуется. Вот, например, наверное, этого котика рисовать мы будем долго. Наверное, дольше, чем все ЕГЭ идет, если мы будем это делать вручную. И, наверное, одним простеньким уравнением это не задать. Ну, я его просто так нарисовал для красоты. И когда у нас множество точек на плоскостью x очень плохо рисуется, скорее всего нужно подумать, отойти на шаг назад и решить эту задачу по-другому. Возможно, ее надо будет решать аналитически. Аналитически мы обсудим, как решаются задачи уже на следующей лекции. Или можно все также попробовать геометрически решить эту задачу, искусственно введя переменную y и фактически сведя вот эту задачу к системе двух уравнений с параметром а. Которые мы уже научились решать еще на прошлых самых первых лекциях наших занятий. Так, соответственно, ну к какой системе у нас все свелось? У нас в системе свелось одно уравнение не зависит от переменной параметра, а другое зависит от параметра. Значит, вот это задает нас некое фиксированное множество точек на плоскости OXY, это задает некое нефиксированное множество точек на плоскости OXY, которое в зависимости от параметра как-то двигается либо преобразуется. И по этой картинке мы сможем уже сделать выводы, когда и сколько у нас будет решений, ну и вообще ответить на вопросы нашей задачи. Основную идею я вам рассказал. Также на прошлом занятии я даже уже одну задачку решил с помощью вот такой идеи. Она очень хорошо решалась и вот так, и вот так. Там было два способа решения одной задачи. Вот. Ну а сегодня мы разбираем задачи, которые решаются именно вторым способом. Приступим. Первая задачка такова. Нужно найти все значения параметра A, при каждом из которых заданное уравнение имеет отличное от нуля четное число решений. То есть нам подходит 2, 4, 6, 8 и так далее решений. Количество решений. Как обычно, дан ответ на данную задачу и вы можете самостоятельно попробовать решить данную задачу перед этим, запаузив видео. Потом проверить, правильно ли вы решили задачу и рационально ли вы решили эту задачу, посмотрев это видео. Кстати, это видео можно смотреть на двойной скорости. Это тоже кому-то, наверное, будет лучше. Вот. Идём дальше. Нарисовать множество точек на плоскость OX, заданное вот этим уравнением, будет очень сложно. Вы, наверное, глядя на это, понимаете, что будет не очень приятно. Можно, конечно, выразить A, попробовать, что это будет вот этот корень поделить на X минус 12. Как вы понимаете, функция какая-то не очень приятная. Вот. И такие вроде в школе не изучали функции. Можно через производные заморочиться, построить, всё получится, но не стоит. Вот. Хорошо, запомнили это. Но второй способ здесь прекрасно работает. Распишем это уравнение в следующем виде. Перетащим влево всё, что содержит параметр A. А вправо? А справа ставим всё, что без параметра A. Теперь у нас не было переменной Y, но она появится. Это равно Y. И это равно Y. И теперь мы имеем дело с системой двух уравнений. Множество точек, заданное вот этим уравнением. Оно фиксировано, не зависит от параметра. Сейчас мы будем его рисовать. А вот это у нас множество точек, ну, видимо, прямая. И даже понятно, какая прямая? Прямая, проходящая через точку 12.0. Давайте это и запишем. То есть некая множество точек. М1, зависящая от параметра A. Это прямая, проходящая через точку 12.0. И параметр A здесь отвечает за угловой коэффициент данной прямой. То есть, фактически параметр A отвечает за вращение прямой вокруг точки 12.0. Понятно? Давайте это как-нибудь изобразим схематично. Вот у меня точка 12.0. Параметр A — это тангенс вот этого угла. Ясно? Пойдемте дальше. Давайте теперь нарисуем множество точек, заданное вторым уравнением. То есть, мы хотим понять, что есть M2. Ну, поехали. Просто будем в лоб рас... Здесь симметрии вроде нету. То есть, если заменять х на минус х, к сожалению, меняется вот эта слагаемая. И, в общем, нет у нас здесь симметрии относительно оси у. Не получится схалявить. Но будем в лоб раскрывать модуль. Это равно корень от 6х плюс 2х минус х квадрат. Если х больше либо равен нуля и равняется корню, от минус 6х плюс 2х минус х квадрат, если х меньше нуля. Поехали дальше. у равняется. Под корнем можно выделить полный квадрат. Это приятная операция. Что здесь получается под первым корнем? 8х минус х квадрат. То есть, у нас получается минус скобочка х минус 4 в квадрате. Я здесь вычел 16. 16. 16 у меня не было, значит, надо добавить 16. Плюс 16. Ну или давайте сразу напишу. Плюс 4 в квадрате. Это если х больше либо равен нуля. Второй корень преобразуется к следующему. Корень от минус х плюс 2 в квадрате. Плюс 2 в квадрате. Ну, считайте, что это магия, как я выделил здесь полный квадрат под этим корнем. Можете запалить и сами попробовать сделать то же самое. Совершите этот трюк самостоятельно. Вот. Дальше. Ну, а дальше надо нарисовать множество точек, заданное вот этим уравнением, в первой и в четвертой четверти. Потому что х больше либо равен нуля. Согласны? И написать теперь, нарисовать множество точек, заданное вот этим уравнением, в уже во второй и третьей четверти. Понятно? Вот. Ну, давайте с первым подробно разберемся, а с вторым уже заметим кое-какую закономерность. То есть если х больше либо равен нуля, то у равняется вот этому корню. Но что можно сказать про у? Про у можно сказать, что он всегда больше либо равен нуля. Возводим в квадрат левую и правую часть. Когда мы понимаем, что левая и правая часть не отрицательны, то это уже будет равносильный переход. Возведение в квадрат левую и правой части нашего уравнения. У в квадрате равно 4 в квадрате минус х минус 4 в квадрате. Давайте немножечко перепишем. у больше либо равно нуля. А вот если я вот эту скобочку перетащу влево, то получу уравнение окружности с центром в точке 4,0 и радиусом 4. Согласны? Ну, я так и напишу. окружность с центром в точке 4,0 и радиусом 4. Хорошо. Ну, а что вот это такое? Ну, это, по-моему, у меня просто, можно сказать, полуокружность с центром точки, даже можно так сказать, верхняя полуокружность с центром точки 4,0 и радиусом 4. Давайте это еще более подробно объясню, что происходит. Вот у вас есть точка 4, 0. Вот есть окружность с радиусом 4 и центром точки 4,0. Кстати, вот это у нас, обратите внимание, что вся эта окружность лежит целиком в первой четвертой четверти. Правильно? То есть вот тут у нас усть у. И нам нужно, чтобы выполнялось вот это вот условие со звездочкой. Это говорит о том, что мы оставляем только верхнюю часть нашей окружности, то есть верхнюю полуокружность, как я и написал. Понятно? Итак, к чему? Потому что, на самом деле, про это я уже не первый раз говорю. И я уже говорил вам, что есть такое понятие, как уравнение полуокружности, вот, верхней или нижней. И вот здесь можно было сразу заметить, что это уравнение полуокружности верхней с центром точки 4,0 и радиусом 4. А это уравнение полуокружности с центром в точке минус 2,0 и радиусом 2. Давайте это немножко перепишем. Ну, тут даже вот так можно написать. Это объединение двух полуокружностей. Полуокружность верхняя. И там, и там верхняя полуокружность, потому что перед корнем, перед каждым из корней стоит плюс. Верхняя полуокружность с центром точки 4,0 и радиусом 4. Здесь же у нас или это верхняя полуокружность с центром точка минус 2,0 и радиусом 2. То есть вот итогово интересное нам множество точек задано синим уравнением. Вот этим уравнением. Это объединение двух вот таких полуокружностей. Кстати, вот эта полуокружность тоже целиком лежит во второй и третьей четверти. Ну, я бы даже сказал так, что она лежит целиком во второй четверти. Понятно? Вот. Я думаю, все. Все вводные данные для рисования мы получили множество точек М1 и М2. Давайте их нарисуем. Вот мы нарисовали наши искомые две окружности верхние с центром точки 4,0 и радиусом 4 и центром в точке минус 2,0 и радиусом 2. Синим. Также мы нарисовали красное множество точек, то есть М1, зависящее от параметра. Это у нас прямая, вращающаяся вокруг точки 12,0 и параметра отвечает за угловой коэффициент данной прямой. Ну, то есть фактически отвечает за наше вращение. Сейчас прямая изображена при достаточно маленьком А, и как мы видим, прямая не пересекает окружности, полуокружности, и, значит, система не имеет решения. Ну, или наше изначальное уравнение не имеет решения. Это нам неинтересно. Давайте начнем увеличивать значение параметра, и потихонечку наша прямая будет подходить ближе к нашим полуокружности, и в какой-то момент она пересечет одну, ой, коснется одну из полуокружностей. Красное множество точек пересекает синее множество точек в одной точке, и этот случай нам неинтересен, поэтому прямую эту мы превратим в пунктирную. Идем дальше. Давайте дальше увеличивать значение параметра и посмотрим, сколько будет пересечений у нашей прямой с синим множеством точек. Теперь будет два пересечения. Ну, если я чуть-чуть увеличу значение параметра, которое я пока еще не нашел, я его найду позже. Идем дальше. До касания нашей прямой с маленькой полуокружностью. Теперь прямая пересекает синее множество точек в трех точках. Маленькую полуокружность в одной точке, большую полуокружность в двух точках. Три точки, пожалуй, это не очень интересный случай, это нечетное число решений у нашего изначального уравнения, поэтому эту прямую мы тоже сделаем пунктирной. Хорошо, пойдемте дальше. Давайте дальше увеличивать значение нашего параметра. Теперь наша прямая пересекает наши две полуокружности в четырех точках. Это подходящий случай. Решение будет четное число, отличное от нуля. Все будет хорошо до момента, когда прямая станет горизонтальной. Ну, это, понятное дело, при а равном нулю произойдет. И здесь уже будет пересечение три прямой с синим множеством точек. Значит, будет три решения. Это тоже не очень интересный случай нам, поэтому эту прямую тоже сделаем пунктирной. Давайте перенесем этот рисунок на нашу доску и обсчитаем нашу задачу, найдем ответ на нашу задачу. Еще раз вам напоминаю, что нам подходит положение прямых. От вот этой прямой, соответствующую параметру А1, не включая. До положения прямой, вот такого, соответствующую параметру А2, не включая. И от положения прямой вот этого вот, соответствующего параметра А2, то горизонтальной прямой. Соответствующий параметру А3. Ну, опять же, проявим как-то магию и скажем, что А3 равняется нулю. Потому что, ну, горизонтальная прямая имеет угловой коэффициент ноль. И, соответственно, параметр А для горизонтальной прямой это ноль. Понятно? То есть вот это просто уходит в ноль. Договорились. Теперь нам интересно значение параметра А. Кстати, я, по-моему, не говорил, что при положительных значениях параметра А у нас просто решения не будет. Наши прямые, вот такие вот, просто не будут пересекать наши полуокружности. Они нам неинтересны. Окей. Вернемся дальше. Ну, как вы увидели, значение параметра А3 я нашел из углового коэффициента. И, наверное, параметры А1 и А2 я тоже могу найти из углового коэффициента. И это будет максимально быстро. Соответственно, давайте найдем А1. А1 мы найдем из вот такого треугольничка. А1 — это тангенс вот такого угла. Либо это минус тангенс вот такого угла. Согласны? Вот в этом треугольничке нам известны катет и гипотенуза. Вот это 4. А вот это у меня будет 12 минус минус 4. То есть вот эта координата крайней правой точки треугольника 12, крайней левой точки треугольника 4. И получается длина гипотенузы 12 минус 4 — это 8. Давайте это изобразим. Наверное, не будем ходить вокруг да около и это нарисуем. Фи, пусть будет угол какой-то, здесь 90 градусов, здесь 4. Вот это длина вот этого отрезка 12 минус 4. Как я уже сказал, это 8. Тогда длина вот этого отрезка будет считаться по теореме Пифагора. Это будет 4 корня из 3. Ну, кстати, можно, наверное, заметить, что фи уголом будет 30 градусов. Так. 4 корня из 3. Оставлю на вашей совести упражнение по подсчету катета, длины катета, зная длины другого катета и гипотенузы. Теорем Пифагора, в общем, обсчитывайте сами. Это не сильно сложно считается. Вот. И, наверное, тогда тангенс вот этого уголка, тангенс фи, а 2, как я напоминаю вам, это минус тангенс фи. Тангенс фи — это отношение длины вот этого катета к длине вот этого катета. То есть это минус 1 делить на корень из 3. Этот же результат можно было, в принципе, получить из формулы расстояния от точки центра нашей синей окружности до нашей прямой и сказать, что это расстояние будет равно 4. Можно было это сделать. Вы бы посчитали и даже получили правильный ответ, но точно потратили лишних несколько минут. И, возможно, вы так и сделали, когда решали эту задачу самостоятельно. Поэтому желательно иногда смотреть, чего я делаю я. Если я что-то делаю нерационально, обязательно пишите в комментариях, и мы с вами обсудим. Я тоже смертный и тоже где-то ошибаюсь. Либо просто иногда хочется мне рассказать разные способы решения. Может быть, не всегда самые рациональные. Вот. Ну, я буду стараться рассказывать самые рациональные. Идем дальше. Найдем значение параметра А2. Параметр А2 соответствует зеленой прямой. Ну и тоже находится А2 из вот такого треугольничка. Давайте его нарисуем. Значит, что мы знаем про наш этот треугольничек? Маленький катет равняется 2. Гипотенуза равняется 12 минус минус 2. Согласны? Это будет 14. Некрасиво. Это будет 14. Некрасиво. 1. То есть 2 на корень 48. 2 на корень 48. Мне кажется, это 2 на 4 корня из 3. Короче. Второй катет будет равняться 8 корням из 3. 4. Понятно? Пусть вот это будет угол Пси. Простите, здесь была описка. Красная А – это А1, да? А2 – это минус тангенс Пси. Еще раз напоминаю вам, что А2 – это тангенс вот такого угла. Либо это минус тангенс вот такого угла. Понятно? И это равно минус отношение двойки к 8 корням из 3. То есть минус 1 делить на 4 корня из 3. Ну, мне кажется, все. Мы получили. Искомый ответ. Так, давайте дорисую. Минус 1 делить на 4 корня из 3. Минус 1 делить на 4 корня из 3. Минус 1 делить на корень из 3. Вот такой ответ у нас был изначально записан. Мы молодцы. Перейдем к следующей задаче. Следующая задача такова. Нужно найти все значения параметра, при котором уравнение заданное имеет единственное решение. Ну, давайте убедимся, что в плоскости ОХ это, наверное, не очень красиво рисуется. То есть, если я буду даже раскрывать модуль, у меня будет А, это будет корень плюс число Х, где-то там выскакивает, да? Ну, или плюс, или минус Х, неважно. Это не очень хорошо рисуется. Хотя, кстати, конкретно в этой задаче можно нарисовать эскиз графика, эскиз множества точек, заданного вот этим уравнением на плоскости ОХ. И я, пожалуй, даже в конце задачи просто дам вам картинку, нарисованную Десмосом, и мы проверим, что ответ у нас сойдется. Но это будет потом. И это будет точно не школьное решение, а скорее такое решение для «проверь себя». А мы с вами будем решать заявленным на этой лекции способом данную задачу. Соответственно, все, что содержит параметра, мы перетащим в одну сторону, все, что не содержит параметра, а ставим с другой стороны. Ну, я думаю, я корень оставлю слева, а все, что с параметром перетащу вправо. Когда я перетаскиваю модуль, у меня получается плюс модуль а минус х. Ну, мы помним, что это просто равняется модулю х минус а. Мне так приятно. Мне приятнее, когда коэффициент при х в модуле положительный. Понятно? Я так и напишу. Равно модуль х минус а плюс а минус 3. Хорошо? Ну, вот мы имеем дело с вот такой вот системкой. Вот эти равно можно стереть, ну, можно их оставить, как дань истории. Вот. Собственно, давайте найдем теперь, при каком значении параметра данная система имеет единственное решение. То есть, при каком значении параметра множество точек, двигающиеся или видоизменяющиеся в зависимости от параметра, пересекает заданное красным уравнением, пересекает множество точек заданное синим уравнением. В одной точке. Понятно? Ну, как обычно, давайте вначале нарисуем множество точек заданное синим уравнением, потому что оно просто не зависит от параметра, оно фиксированное множество точек. Сделаем это. Синее множество точек – это что такое? Это половинка параболы с осью симметрии Ох и, наверное, вершиной. Х вершиной равной двойке, у вершиной равной нулю. Потому что здесь мы вычитаем просто ноль. Считайте. Из у нашего. Так. То есть, вот такая вершинка нашей будет параболы. Из-за того, что у нас коэффициент при х отрицательный под корнем, то вот эта параболка вот как-то сюда идет. Понятно? Ясно это? Ну, можно было написать так. У больше либо равно нуля. Тогда у квадрат равно 2 минус х. Ну все. Дальше вы рисуете параболу. Х равно 2 минус у квадрат. И оставляете только ту часть параболы, которая лежит выше оси Ох. Понятно? Окей. Все. Вспомнили, как все это дело рисуется. Но это тоже уже было. Поэтому, в общем, не так интересно нам. Аж парабола проходит через вот такие вот точки. Давайте попробуем с вами нарисовать множество точек, заданное вторым уравнением, то есть красным уравнением. Или просто подумаем, что это будет за множество точек в зависимости от всевозможных значений параметра А. Ну, мы тоже, опять же, понимаем, что вот это вот, это уголок. Согласны? То есть давайте я пронумерую уравнение. Первое. Это у нас была цифра 1. Здесь у меня цифра 2. И аккуратно раскручиваем цифру 2. 2 задают уголок с вершиной в точке. Ну, давайте точку В назовем. Х вершина – это будет А. У вершина – это будет А минус 3. Давайте картинку, цветом объясню, почему это так. Вот у меня мое А. А вот мое А минус 3. То есть вот эти вот параметры А и А минус 3 как раз у нас являются х вершиной и у вершиной нашего уголка. Это уже было на одной из лекций. Мы подробно очень устанавливались на том, как рисуются уголки. Поэтому сейчас мы особо на это не будем заострять внимание. Ну, также про уголок, наверное, я могу еще сказать следующее. Так как коэффициент при модуле стоит единичка, ну или коэффициент вот… Да, коэффициент при модуле стоит единичка. Это значит, что угловой коэффициент правой ветви нашего уголка будет единичка. То есть вот здесь будет у нас угол, тангенс которого единица. Ну, то есть здесь будет угол π на 4. Понятно? Давайте тоже изобразим как-нибудь. π на 4. Так, хорошо. Еще раз. У нас получилось, что параметр А находится здесь и здесь, и нету его, например, здесь параметра. То есть угловой коэффициент всегда постоянный, а параметр А вот сшит в координатах вершины нашего уголка. Значит, параметр А отвечает за движение нашего уголка. И, как вы уже понимаете, движение это будет не по траектории мухи, а какой-то конкретной хорошей траектории. И это тоже мы умеем делать. И давайте это просто повторим. Если х вершины равно А, у вершины равно А минус 3, то из этого можно сделать вывод, что у вершины равно х вершины минус 3. То есть по такой прямой бегает вершина моего уголка. Кстати, у этой прямой угловой коэффициент тоже единица. Такой же угловой коэффициент, как у этой прямой. Это важное замечание, оно выстрелит. Давайте эту прямую нарисуем. Вот по такой прямой бегает вершинка моего уголка. И вот так вот смещается мой уголок в зависимости от параметра. Кстати, да, если параметр А возрастает, то возрастает х вершины. И значит, у нас уголок двигается слева направо, в зависимости, если А растет. Понятно? И вот смотрите, правая ветвь уголка вообще в принципе никогда не пересекает часть нашей параболы. Вы согласны? Вот. Ну, давайте теперь поймем, когда же левая часть уголка пересекает часть нашей параболы, либо синее множество точек, в одной точке. При каких А это возможно? Посмотрим эту картинку с моделированной на компьютере. Ребят, вот нарисована половина нашей параболы и пунктирная желтая прямая, по которой двигается вершина нашего уголка. Давайте нарисуем наш уголок при достаточно маленьких А. Получается вот такой уголок. При достаточно маленьких А у нас наш уголок пересекает нашу параболу в одной точке. Это сейчас видно. Это будет всегда так до момента, когда уголок пройдет через вершину нашей параболы. Кстати, обратите внимание, что правая ветвь уголка вообще не участвует в пересечении параболы. То есть она всегда не пересекает параболу. Понятно? Хорошо. Идем дальше. Вот теперь наш уголок пересекает синий наш точек в двух точках. И это в неподходящий нам случай. Давайте его исключим. И теперь варьируем значение параметра А дальше. То есть увеличим еще значение параметра А и сдвинем наш уголок вправо вверх. Появляется вот такой уголок. И вот этот уголок продолжает двигаться вверх. Давайте я увеличу. Штаб здесь, чтобы вам виднее было. И пересекает нашу параболу в двух точках. До какого-то вот такого момента касания левой части уголка, левой ветви уголка с параболой. Вот тут будет уже одно решение. Правильно? Ну, собственно. А дальше, если увеличивать значение параметра А, то уголок сдвинется еще выше. И он вообще уже не будет пересекать нашу параболу и решить просто не будет. Вот. Давайте эту картинку перенесем на доску и обсчитаем, при каких значениях параметра у нас будет ровно одно решение у нашего уравнения. Ребят, напоминаю вам. Нам подходит положение уголка, когда у нас А достаточно маленькое, до положения вот такого вот, не включая это положение. и отдельно вот такое вот положение уголка. Получается, что ответ у меня будет выглядеть следующим образом. А принадлежит от минус бесконечности до какого-то А1, которое соответствует вот такому положению уголка. Не включая. А объединение А2, которое соответствует вот такому вот положению уголка. Ну давайте найдем. А1. Из какого условия находится А1? А1 находится из условия, что вот эта вот прямая. проходит через точку 2.0. Согласны? Но это условие можно упростить и можно просто сказать, что вот такая вот прямая проходит через точку 2.0. А как записывается вот такая вот прямая? А эта прямая записывается уравнением. Это левая часть уголка, поэтому эта прямая записывается уравнением Y равно минус вот эта скобочка плюс вот эта вот. Понятно? Ну как раз угловой коэффициент у этой прямой отрицательной. Согласны? То есть это как раз уравнение прямой, на которой лежит левая часть нашего уголка. Понятно? Хорошо. Давайте это запишем. Секундочку. Красоту тут мы ведем. Так. Вот эта вот прямая задается уравнением. Y равно минус X минус A плюс A минус 3. Вот. И нам надо просто записать, что точка 2.0 принадлежит вот той прямой, которую я выписал. Хорошо? Ну, осталось просто подставить вместо X и Y 2 и 0 вот в это уравнение. И отсюда мы найдем A1. Сделаем это. 0 равно минус скобочка 0 минус A1 плюс A1 минус 3. Что у нас получается? У нас получается 2A1 равно 3. то есть A1? Нет. Что-то не то получается. Вместо X A2 надо же подставить. Вот я просто сейчас объясню, почему я понял, что не то получается. не потому, что я ответ знаю. 2A1 равняется, наверное, минус, равно 5. То есть A1 равняется 5 вторым. Ну, или 2,5. Согласны? Запомнили этот факт. И давайте поймем, почему мы правы. Да потому, что мы видим, что координата вот этой точки как раз и есть 2,5. Или 5 вторых. А что такое X-овая координата вершины нашего уголка? Да, по-моему, это просто A. Мы уже до этого получали этот результат. Согласны? То есть можно бы просто сказать… Ну, нет. Не стоило так просто говорить. Вот это скорее… То, что сейчас я проговариваю. Это скорее способ проверить себя. Понятно? То есть вообще геометрическое решение очень легко анализируется на адекватность. Ну, а ответ легко можно проанализировать и понять, правильно вы посчитали или нет. Вроде правильно посчитали A1. Хорошо. Идем дальше. Найдем A2. А2 мы ищем из условия, что вот эта вот прямая касается вот этой половинки параболы. Согласны? Ну, задачку-то можно сделать лучше. Можно просто сказать, что вот та прямая, которую я нарисовал, касается вот такой вот параболы. А что это за парабола? А эта парабола задается уравнением y2 равно 2 минус x. И эту задачу, уверяю вас, легче решить, чем задачу про касание полупараболы с прямой. Ну, то есть не будет никакого дурацкого иррационального уравнения, в котором вы бы проверяли, что это иррациональное уравнение при некотором значении параметра имеет единственное решение. Нам не хочется этого делать. Вот. Проще поступить, как сейчас я предлагаю. То есть, давайте напишем прямая параметра А2 находится и в условии. Прямая L касается параболы y2 равно 2 минус x. То есть, вот такая система. у равно минус x минус а плюс а минус 3. x равняется 2 минус y2 имеет единственное решение. Ну, это два равносильных утверждения. Вот это вот и вот это вот. Понятно? Ну, то, что система имеет единственное решение, значит, уравнение, к которому сведется данная система, тоже имеет единственное решение. А уравнение, к которому сведется данная система, по-моему, окажется просто квадратным. у квадрат минус 2. Давайте запомним. минус y плюс 2 минус 5, равное нулю, должно иметь единственное решение. Ну, давайте напишем для него дискриминант. дискриминант равен 1 минус 8а плюс 20. И это равно нулю. Так, ну, давайте везде здесь поставим а2, 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 а2. И получается, что а2 равняется 21 восьмая. Ну, давайте еще немножечко докрутим это. 20 на 1 восьмая – это 2 целых 5 восьмых. Ну, по крайней мере, мы поняли, что а2 все-таки больше, чем а1. Правильно? Это логично. По картинке так и есть. И, в общем-то, ну, похоже, что х координаты вот этой точки 21 восьмая. Похоже. Вроде похоже. Ну и, собственно, мы получили искомый ответ. А принадлежит от минус бесконечности до 5 вторых, не включая, и 21 восьмая. Ребят, третья задачка такова. Нужно найти все значения параметра, при каждых из которых вот это уравнение имеет ровно один корень. Ну, ответ здесь выписан для этой задачки. Вы можете попробовать самостоятельно решить эту задачу перед этим, запаузив видео. Ну, а мы с вами продолжаем решать данную задачку. А вы сверяйте ваше решение с моим. Это касается тех людей, которые смотрят это видео в записи. Идем дальше. Задачка, как и предыдущие две, решается следующим образом. Здесь, во-первых, в плоскости OXA, наверное, не очень удачно рисуется данное множество. Но, кстати, рисуется. И мы даже в конце этой задачки нарисуем его средствами компьютера, не своими ручками. И сверим ответ, что получится вот такой же. Хорошо? Но при наличии картинки. Поэтому на плоскости OXA, еще раз, увидели, что на плоскости OXA не очень хорошо рисуется. Значит, будем решать тем методом, который решали предыдущие две задачи. А именно искусственно вводив переменную Y. И сводя данное уравнение уже к системе двух уравнений. Каждый из которых задает какое-то множество точек на плоскости OXA и Y. И смотреть будем, в скольких точках пересекает первое множество, второе множество на этой плоскости. В зависимости от параметра A. Как обычно, все, что с параметром A, перетаскиваем в одну сторону. Ну, в данном случае в левую. И сразу вводим Y. А может, не будем вводить Y. Давайте его чуть позже допишем. Перенесли все влево. Получилось A умножить на модуль X умножить на скобочку X минус 2. А все, что без параметра, а именно вот этот вот модуль с минусом, перетаскиваем вправо уже со знаком плюсом. Я вот так еще поступлю. Сейчас поймете, зачем я это делаю. Так, это обозначаем Y. Выражение слева тоже обозначаем Y. И имеем дело уже с новой задачкой. Система из двух уравнений. Первое уравнение – это Y равно 3 на модуль X плюс 2 третьих. Второе уравнение. Y равно A умножить на модуль X на X минус 2. Так, и вот эта системка должна иметь решение. И мы должны найти значение параметра, при которых мы должны иметь единственное решение. Мы должны найти единственное решение. Мы должны найти значение параметра, когда такое может выполниться. Понятно? Вот. Это уже задачка со стандартной формулировкой для первых лекций, задач, которые мы разбирали на первых лекциях наших. И мы спокойно решим эту задачу. Первым делом мы, конечно же, нарисуем множество точек, заданное одним из этих уравнений, а именно первым, на плоскостью XY. А почему первое уравнение? Да потому что оно не зависит от параметра. То есть это фиксированное множество точек. И мы даже можем понять, что это за уравнение. Сюда цифру 1 обозначим. Это цифра 2. 1, уравнение 1, задает уголок с вершиной точки В или В, неважно, патриот вы или нет. Так. Координатами. Здесь мы из Y вычитаем 0, из X вычитается минус 2 третьих. Правильно? Значит, вершина нашего уголка будет минус 2 третьих 0. Про это я уже подробно говорил про уголки на первых занятиях, поэтому здесь особо подробно и не буду говорить про это. Минус 2 третьих 0. И угловым коэффициентом правой ветви уголка с угловым коэффициентом правой ветви уголка 3. Ну, из вот этой вот троечки. Понятно? Там альфа такой, что там бенз альфа равно 3. Хорошо? Давайте схематично нарисуем, как будет выглядеть наш... Ну, даже не схематично, а четко нарисуем, как будет выглядеть наш уголок. Из-за того, что у меня X-овая координата вершины нашего уголка это минус 2 третьих, то удобно в качестве единичного отрезка взять 3 клетки или 6 клеток. Ну, любое количество клеток, кратное 3. Не делайте вообще большие рисунки, старайтесь. Это очень хорошо, это помогает нам. Так, вершина нашего уголка находится вот в этой точке. X, Y. И еще раз. Правая ветвь уголка с угловым коэффициентом 3. Левая ветвь уголка с угловым коэффициентом минус 3. Рисуем этот уголок. Такой вот уголок получился. Это множество точек, заданное первым уравнением. Давайте поговорим с вами теперь о том, как будет выглядеть множество точек задано вторым уравнением при различных значениях параметра. Ну, прежде чем понять, как оно будет выглядеть в динамике, то есть при изменении A, давайте поймем, как оно будет выглядеть при каком-то фиксированном значении параметра A. Ну, давайте для A равного 1 рассмотрим, как будет выглядеть второе множество точек. Рассмотрим A равное 1. Тогда Y будет равен модуль X на X минус 2. Это же равенство можно записать через систему. Y равно X на X минус 2, если X больше либо равен нуля, и равен минус X на X минус 2, если X меньше нуля. В принципе, нарисовать параболу, заданную вот таким уравнением или заданную вот таким уравнением, не представляет сложности. Это будет парабола, проходящая через точки 2.0, с ветвями вверх или с ветвями вниз. Ну, через точки, пересекающие оси X в точках 2.0, понятно? В абциссах 2.0. Ну, можно, если вы хотите, выделить X вершины и Y вершины у каждой из этих парабол. Давайте тоже это сделаем, но это не обязательно, наверное, была операция конкретно в этой задаче. Здесь будет X минус 1 в квадрате минус 1 при X больше либо равен нуля. Минус X минус 1 в квадрате плюс 1 при X меньше нуля. Рисуем нашу вот такую вот параболу при X больше либо равен нуля. То есть рисуем только ту часть параболы, которая лежит в первой и в четвертой четверть. Понятно? Давайте это сделаем. Вершина нашей параболы имеет координаты 1 и минус 1. Согласны? То есть вот здесь находится вершина нашей параболы. Ветви вот как-то так проходят. Проходят через точку 0, 0 и точку 2, 0. Это параболы. И как-то так она идет. Рисуем только ту часть параболы, которая левее, правее осилы Y. Ну вот что-то такое. Согласны? Ну что я еще здесь могу сказать? Ну все, давайте ее нарисуем. Договорились? Хорошо. Графика эта параболы, это наверное отраженная параболы. Парабола вот эта, относительно оси X. То есть это какая-то вот такая парабола. У нас волнует только та часть параболы, которая левее, оси Y находится. Понятно? Вот такой хвостик вниз пойдет. Давайте его нарисуем. Вот как-то так. Кстати, вот при A равном 1. А сколько у нас будет решений у нашей системы? То есть в каких точках будет пересекать наша вот эта искривленная парабола наш уголок? Ну вот по картинке, если посмотреть, кажется, что ни в одной точке не пересекает. Согласны? Но на самом деле где-то высоко они пересекутся. Причем в одной точке. Правая ветвь уголка с нашей параболой. Это я так очень сильно искривил. Наглядно я вам это покажу в Desmos. То есть на самом деле вот эта вот функция, квадратичная наша функция при х больше либо равных единице в какой-то момент точно быстрее растет, чем вот эта линейная функция. Ну, грубо говоря, производная в какой-то момент у вот этой квадратичной функции будет больше, чем 3, чем угловой коэффициент вот этой вот прямой. Понятно? И они точно пересекутся. Понятно? Вот. Это логично. Это можно и без производных объяснять. Но вы же одиннадцатиклассники. Мы можем уже такими мощными инструментами иногда оперировать. Вот. Идем дальше. Давайте еще для удобства подумаем, а что будет происходить, если… Так. А теперь давайте подумаем, а что будет происходить при а других, отличных от единиц? За что вообще отвечают параметры в данном уравнении? Я про это уже говорил. Параметры отвечают за сжатие нашей кривой к оси у х. То есть, например, если я сделаю а равное одно второе место единицы. Понятно? Еще раз. Вместо единицы напишу одну вторую. То тогда моя параболка станет какая-то вот такая. И, как вы видите, сколько раз пересечет парабола наш уголок? Ну, если честно, все так же в одной точке он и пересечет этот уголок. Вот эта штука все равно в какой-то момент будет быстрее расти, чем вот эта прямая. Понятно? Хорошо. Одна вторая нам где-то тоже подходит. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что нам в принципе подходят все а не отрицательные. Согласны? Уже сейчас на это поняло. Вот. Теперь, если а у нас станет отрицательным, например, минус единица, то моя вот эта искривленная парабола просто отразится. И конкретно вот такая парабола пересечет всего в одной точке наш уголок и будет все так же одно решение. Вы можете спросить, ой, а может быть вообще при всех а у нас будет одно пересечение? Ну, конечно, нет. Я могу на вскидочку вам такую параболу еще предложить. Например, с коэффициентом где-то а равно минус одна десятая, вот, например, то, наверное, будет наш искривленная парабола выглядеть так. Как-то. И будет две точки пересечения с уголком. Понятно? Вот я это изобразил. Ну, собственно, чтобы понять, сколько будет пересечений при различных значениях параметра, давайте эту картинку нарисуем уже более четко в Desmos просто для наглядности. Конечно, я на самом деле могу и без Desmos решить эту задачу, но мне хочется это все-таки не в чистом виде. Мы как бы не эмулируем ситуацию, что я решаю задачки на EG. Здесь, как видите, использую разные цвета и вообще много разных прикольных инструментов использую, в том числе просто планшет. Вот. А мы просто, я пытаюсь вас обучить, как решается старинная задача и как видеть эту, ту или иную кривую. Понятно? Идем дальше. Вот на нас смотрит наш уголок фиксированный и множество точек, заданное вторым уравнением при а равном единице. Как и обещал вам, наглядно показываю, что при а равном единице наша искривленная парабола, красное множество, пересекает уголок в одной точке. Понятно? На предыдущем рисунке этого не было видно. Давайте уберем красное множество, параболу, и нарисуем нашу параболу при каких-то а достаточно маленьких. То есть наша парабола отразится относительно оси OX, вот это вот, и потом еще и растянется вниз, как бы вверх. Показываю, как это все будет выглядеть. Будет вот что-то вот такое. Понятно? И вот такая вот искривленная парабола, красное множество точек, при достаточно сильно маленьких а будет пересекать наш уголок ровно в трех точках. Это наглядно видно. Согласны? Я так приблизил и обратно отдалил. Хорошо? Идем дальше. Начнем потихонечку увеличивать значение параметра А. Что происходит с моей параболой? Парабола все так же, вот эта искривленная, пересекает мой уголок в трех точках. И в какой-то момент правая часть искривленной моей параболы будет касаться правой ветви моего уголка. И тут уже красное множество пересечет синее множество всего в двух точках. Согласны? То есть уже будет два решения у нашей системы. Хорошо. Запомнили это. Давайте дальше поварьируем значение параметра А. То есть оно у нас все так же остается отрицательным, но оно все больше и больше увеличивается. И таким образом моя вот эта искривленная парабола все больше сжимается к оси ОХ. Понятно? Происходит вот такой эффект. И как вы видите, вот эта зеленая пунктирная парабола, искривленная, она пересекает мой уголок всего в одной точке. Этот случай нам подходит. Понятно? То есть положение параболы А от красной, оно критично. Начиная с этого А, который соответствует красной пунктирной параболе, нам начинают подходить некоторые А. До какого момента? Ну, до момента, когда моя вот эта зеленая пунктирная парабола коснется левой части уголка. Понятно? Идем дальше. То есть положение от красной пунктирной параболы, от параметра, соответствующего красной пунктирной параболы, до параметра, соответствующей зеленой параболы, искривленной, нам подходит. То есть вот промежуток от условно А красного до А зеленого нам подходит. Диа красная, а зеленая не включаем. Идем дальше. Увеличиваем еще значение параметра, и тогда моя вот эта вот параболка начинает пересекать в двух точках левую ветвь моего уголка. А всего моя парабола будет пересекать уголок в трех точках, будет опять три решения. И, напоминаю вам, мы все еще работаем с отрицательными значениями параметра. Ну, давайте просто увеличивать значение параметра до нуля. Когда А станет равным нулю, то моя вот эта искривенная парабола просто выродится в прямую, в горизонтальную, а Y равно нулю. Понятно? И тогда мы, кстати, будем пересекать наш уголок всего в одной точке. Это наглядно видно. Согласны? И если я еще дальше буду увеличивать значение параметра А от нуля до скольки-то там, то я все также буду пересекать мой уголок в одной точке. У меня правая ветвь уголка будет пересекать мою искривленную параболу в одной точке. И только там будет пересечение моего уголка с моей искривенной параболой. Понятно? То есть все А положительные мне подходят. Ну и в том числе 0 мне, кстати, тоже подходит. Понятно? Запомнили этот факт. Давайте это перенесем на картинку. что я считаю нашу задачу. Еще раз, ребята. Параметр А отвечает за сжатие вот искривленной параболы к оси ОХ. И нам подходит положение параболы от вот такого вот красного положения до вот такого вот. не включен. И от такого вырожденного случая, когда у нас парабола превращается в прямую А, Y равно 0, до… ну и потом мне при любых А положительных тоже параболы подходят. Они какие у нас там будут? Они какие-то вот такие будут, да? Вот эта парабола будет где-то там вверху пересекаться в одной точке с правой ветвью уголка. Понятно? То есть, еще раз, ответ тогда у меня будет интервал и вот такой луч, где интервал будет от А1. То есть, ну этот А1 берется из положения вот такой параболы. Понятно? Из вот такой параболы до А2. То есть, до такого положения параболы. Ну вот этот А2 отвечает за такое положение параболы. И от А3, то есть… ну А3 можно сразу сказать, что это 0, до плюс бесконечности нам подходит. То есть, давайте сразу здесь напишем 0. Ну и, собственно, как вы, кстати, уже заметили, ответ у нас как-то так схематично и выглядит. Согласны? Ага. Теперь осталось найти А1 и А2. Давайте это сделаем. Найдем А1. А1 ищет из условия касания. Вот такой вот прямой. И вот такой вот парабола. То есть, фактически, мы рассматриваем касание правой ветви уголка. То есть, когда у нас у этой штуки модуль раскрывается со знаком плюс. И касание правой параболы нашей искривленной параболы. То есть, вот этого. То есть, надо рассмотреть касание вот этого и вот этого. Понятно? Ну, давайте найдем. А1 ищется из условия, что вот такая вот система. у равная 3 на х плюс 2 третьих. у равная а на х квадрат минус 2х имеет единственное решение. Ну, просто приравниваем у, получаем некое квадратное уравнение относительно переменной х. Давайте это сделаем. Мы хотим сказать, что это квадратное уравнение имеет единственное решение. То есть, мы просто хотим сказать, что дискриминант данного квадратного уравнения равен нулю. уравнение равен нулю. То есть, мы получаем квадратное уравнение от параметра а. Ну, вот здесь везде а, которое я расписываю, это везде а1. Не хочу это писать. Долго будет все. 4а квадрат минус плюс, простите, 20а плюс 9 равно нулю. Сделаем это уравнение приведенным. Двадцать четвертых. 10 вторых а плюс 9 четвертых. И из этого уравнения по теоремии я могу получить корни. а равно минус 1 второй или а равно минус 9 вторых. Так, хорошо, я нашел два различных а, а вроде по картинке у меня всего один а подходил, да? Что же за а такой я интересное нашел? У меня мог произойти вот такой эффект, что касаюсь я вот этой прямой вот где-то здесь, как-то вот так, понятно? Это не интересный случай, и он явно соответствует а по модулю меньшему, чем а1, согласны? Чем искомая а1. Поэтому а1 это будет вот это вот. а1 это будет равен минус 9 вторых, понятно? А вот это посторонний корень, казалось бы. Но мы его тоже запомним. А почему мы его запомним? А потому что... Давайте подумаем, как мы бы искали а2. А2 я бы искал из системы вот такой вот. Что левая часть моей искривленной параболы касается левой ветви уголка в одной точке. Ну, касается. Короче, еще раз. Вот эта парабола касается вот такой вот прямой, которую я здесь изобразил. Понятно? А как задается вот эта парабола? Она задается вот этим уравнением. А как задается левая ветви уголка? Она задается вот этим уравнением, где модуль раскрывается знаком минус. Понятно? Давайте я это напишу. То есть у равно минус 3 на х плюс 2 третьих. Это левая часть уголка. А левая часть искривенной параболы, она вот так записывается. У равно минус а на х квадрат минус 2х. Ну, теперь если приравнять вот это к этому, то получится ровно вот такое же уравнение. Согласны? Ну, вы уже понимаете, что там опять появятся два различных а. Вот такое минус 1 вторая и минус 9 вторых. Понятно? Но вот как раз минус 1 вторая будет соответствовать значению параметра а2. Понятно? То есть вот это вот будет как раз а2. Понятно? Ну и собственно все. Задачку мы решили. У нас как раз получился промежуток. От минус 9 вторых до минус 1 второй. Не включая минус 9 вторых. И минус 1 вторую. И луч от 0 до плюс бесконечности. Включая 0. Мы молодцы. Мы решили данную задачу. Вот. Тут могут у вас возникнуть резонные вопросы. А как мне быть в ЕГЭ? Ну, в ЕГЭ, наверное, все-таки то, что я сейчас проговариваю устно, желательно расписать словами. И вот мое решение, оно, наверное, не презентует идеальное решение на ЕГЭ. Потому что нужно очень много текста писать. А на экране это выглядит уже не очень хорошо и громоздки. Но зато я все проговариваю. На крайнем случае вы можете просто отмотать мою речь и послушать еще заново. или просто задать вопрос в комментариях я отвечу либо во время вот трансляции, либо уже потом, но чуть позже я буду иногда читать комментарии по этому видео. На этом все. По этой задаче перейдем к следующей задаче. Ребят, как я и обещал, для любителей мотанализа в школе, сурового мотанализа в школе, я предлагаю вам решение данной задачи также через плоскость OXA. Ну, как вот здесь в Desmos вместо A я написал Y, потому что он не очень понимает, что такое A. И, собственно, кривая, заданная вот этим вот уравнением изначально на плоскости OXA, ну или в нашем случае OXY, вот она здесь изображена. Ну, как-то так она выглядит. Понятно? Такая сложная кривая. Ее, на самом деле, с помощью производных всяких там исследований функций можно построить. Вот эскиз, по крайней мере, график. Эскиз, множество точек, заданный вот этим уравнением, легко довольно построить. Можно. То есть, ну, меня бы это потратило минут 20 времени. На самом деле я быстро, хорошо владею мотаном. Вот. Ну и давайте посмотрим, есть ли у меня A. Теперь просто посмотрим, на какой высоте горизонтальная прямая пересекает вот эту синюю кривую в одной точке. Хорошо? Вот если у меня будет горизонтальная прямая, ну, где-то на высоте, как вы видите здесь, на высоте минус 6, ну, в любой числе меньшего, наверное, как вы уже догадываетесь, минус 4,5, у меня будет трех точках пересекать вот эту горизонтальную прямую, а вот эту синюю. Согласны? И при A, равном минус 4,5, который мы уже нашли, как раз будет пересечение 2. Согласны? Дальше, начиная от A, равного минус 4,5 до минус 1,2, у нас будет пересечение 1. Вот как раз интересный нам случай. Согласны? До вот этого момента. Понятно? Ну, вот эту точку надо все посчитать. Я это ничего не считал сейчас вам. Я просто показываю, что, в принципе, себя можно так проверять. Вот. Ну, и хорошо. Ну, а если я еще дальше подниму эту горизонтальную прямую, теперь уже в трех точках мою синюю кривую будет пересекать горизонтальную прямую. Ну, и вот, когда у меня прямая будет на высоте 0, то мы будем пересекать только в одной точке синюю кривую. А если я еще увеличу A, то моя горизонтальная прямая будет просто пересекать вот эту часть гиперболы, похожую на гиперболы, в одной точке. Ну, все A больше либо равно 0 нам подходит. Понятно? Вот. Как вы видите, ну, наверное, все-таки это решение не оптимальное для данной задачи. Предыдущая была лучше. Вот. Но, в целом, такими фокусами можно заниматься. Для общего развития полезно знать. А мы решим следующую задачу.